здравствуйте дорогие мои друзья подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам представить мою новую работу вот такую вот баночку даже не баночка шкатулка получилось в египетском стиле здесь в этой работе я использовала самозатвердевающую массу и распечатку древний египет папирус шкатулка полностью картонная сначала я изготавливаю молды взяла подвески разогрела очень хорошо термопистолет смазала подвески кремом для рук можно подсолнечным маслом положила их на пергамент и заливаю клеем но это не клея это силикон получается и хорошо сушим когда просохнет он полностью станет белый вот как стержень и Продолжение следует... Вот у меня все высохло, я отсоединяю от пергамента и высвобождаю кулончики. Пергамент немного прилип, но он легко удаляется, смочить стоит его только водичкой и все, он хорошо счищается. Вот такие вот у меня есть катушки из-под проводов, я взяла от них только вот эту вот бобину, она очень прочная, крепкая такая, толщиной где-то 0,5 см. Канцелярским ножом обрезаю ее в размер как мне нужно. Теперь вырезаю по внешнему диаметру 4 кружочка, по внутреннему диаметру 6 кружочков. Из обычного картона, это упаковка. Склеиваем теперь 2 кружочка, которые побольше между собой и к ним приклеиваем 3 кружочка, которые поменьше. Это будет крышка и донышко. Кружочки, которые поменьше, они образуют бортики. Вот видите, получится хороший бортик. Крышка не будет съезжать со шкатулки. И донышко хорошо вклеится. Со всех сторон смазываем ПВА и прижимаем. Где-то на час я поставила под пресс, а потом вынула и дальше досушивала уже просто на воздухе. Когда все склеилось, в общем-то, твердая такая, хорошая конструкция. Донышко вклеиваю на момент кристалл. Но можно на любой клей, какой у вас есть, ну и на ПВА тоже можно. Если есть что-то лишнее, подрезаем ножницами. Внутри баночку оклеиваем салфетками. Салфетки обычные, дешевые, однослойные. Также наклей ПВА. Сильно расправить салфетку не стараемся. И там при приклеивании образуются такие как бы мелкие морщинки. Тем самым создается фактура. Донышко не оклеиваем, потому что по задумке там будет у меня мягкое дно. На крышку я прикручиваю к ручку саморезик с шайбой. Ручка обычная, дешевенькая, пластмассовая. 6 рублей, по-моему, стоит в магазине. Так же вот всю крышку оклеиваем салфетками. Сначала я оклеила верх, просушила. Затем оклеила другую сторону крышки. Каждый этап работы приходится просушивать. Можно помочь себе феном. Чтобы сэкономить время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Получается три столбика и три распечатки. Теперь окрашиваю краешки в такой как бы персиковый цвет, он присутствует на распечатках. Также окрашиваем донышко полностью и внутри шкатулки стенки, кроме внутреннего дна. И сушим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот персиковая краска высохла. Теперь я беру жесткую кисточку-щетинку, макаю ее в белую акриловую краску, излишки снимаю об бумагу и в разных направлениях наношу ее на персиковую краску, тем самым самым выделяю морщинки на салфетке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сквозь белую краску проглядывает персиковая. И многослойные из краски намного лучше смотрятся, чем просто один слой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь центр, где будет распечатка. Я с помощью губки наношу белую краску акриловую. Это нужно для того, чтобы наш рисунок смотрелся ярче. На белом фоне он, естественно, будет смотреться ярче. Крышку я окрашиваю горьким шоколадом. Я смешала белую акриловую краску и колер горький шоколад. Здесь нужно постараться прокрасить все углубления. Крышка краска с колером получается пожиже, но это только на руку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окрашиваем также горьким шоколадом наши столбики. Очень аккуратненько. Только столбики. Я воспользовалась тоненькой кисточкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь приклеиваем. Приклеиваем нашу распечатку. Промазываем клеем ПВА. Также то место, куда будем клеить. Прикладываем, выравниваем, как нам надо. И сверху кисточкой кисточкой покрываем ПВА. Кисточкой действуем от центра к краям, выгоняя весь воздух. Можно воспользоваться пальцем. Палец более чувствительный, то есть разгладить весь мотив и убедиться, что воздуха не осталось. Теперь тонируем ребрышки на донышке и по краю. Тоже горьким шоколадом. Так получается более завершенный вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь всю нашу шкатулочку покрываем акриловым лаком. У меня лак глянцевый. Всю шкатулку я покрыла на один слой, а распечатку на два слоя. Сначала покрыла я все горький шоколад, потому что иногда бывает под лаком краска, смешанная с кулером, течет, ну, марает лак. Поэтому я сначала покрыла вот эти темные части, подсушила немножко, и потом уже все остальное. Лак нужно обязательно просушить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА